Всем привет! Если вы недавно посмотрели интервью с Питером Карлсоном Кастанедой и тоже в недоумении, почему не затронута такая важная тема, как разница плавленых сырков, пяти видов плавленых сырков, то это видео для вас. Кроме того, если вы знаете, что your wipe attracts your tribe, но не знаете, какой именно, либо это коконат будет вайп, либо пенат, то тоже оставайтесь, потом в конце разберем, какой вайп, точнее какой tribe аттрактит твой вайп, вот. Намаз будет осуществлен на ржаную чиабатту, вот этих сырков, сырки будут вот такие вот, это аршанский, самый такой лакшерный, белорусский, дорогущий, чуть подешевле карат для супа и соуса и такой средний, Холландия с ветчиной и два каких-то, не знаю, ужасных, даже на них нету такой, знаете, вот штрих-кода для того, чтобы определять, что это как бы молочная продукция, поэтому это не молочная продукция, а какая-то вот, например, реплика китайская на срок дружбы, это точно не срок дружбы. И вот голландский сыр, тоже он, я уверен, что китайский, какой-то миллиард процентов ГМО, я их так еще подоткрыл сразу, чтобы это не тратить время. Короче, я боюсь их даже пробовать, потому что не может 9 рублей стоить, вот они оба стоят по 9 рублей, это жестко. Начнем тогда, может, с них сразу, давайте, ладно, с них начнем. Давайте попробуем дружбу, да, сразу намазать, сосуществить намаз. Ой, ужасно, наверное, будет, ну как намаз, я даже вот так просто, вообще, он даже не это, короче, не намазывается, он как замороженное масло, по ощущению. Это сырок, отвратительная консистенция, ну-ка, запах. За чаобата перебивает просто запах нулевой, ну-ка. По вкусу, ну, на самом деле, такое себе, но четверочку можно поставить, я думал хуже. Так, теперь попробуем голландский, да, голландская птица мороза не боится, и прямо на лету, там, помните, такая была эта, в детстве, нет? Ехали пиратики, что-то, а, ну, короче, ночные акробаты, там, вот это вот все, голландская птица мороза не боится, вот, и голландский, типа, сырок, посмотрим. Тоже, еще хуже, вот у нее структура вообще просто, вот, смотрите, как это намазывать? Это просто, вот, как плавленый сыр, знаете, вот раньше был такой, в виде колбасы. На запах, ноль запаха вообще, то есть, не знаю, что это такое, масло какое-то. Похоже на кавер, реплику дружбы, только еще меньше вкуса. Три, короче, с десяти. Давайте теперь попробуем среднячок, сразу, сходу. Что там будет? Вот это, я понимаю, сыр, да, сырок плавленый. Посмотрите, вот, намазывается сразу, сейчас, какой-то кусочек упаковки, намазывается, как вот прям, вау, кайф, вот это вот круто. Пахнет, пахнет ветчиной, потому что он, типа, с ветчиной реально, или, навряд ли, что это, со вкусом ветчины, наверняка же. Ммм, вкуснее. Гораздо. Вот, ароматизатор этот, что-то, перебивает вкус сыра. Вот, хотел семеру, но, шесть. Не надо было, просто плавленый классический сделали бы сыр, было бы супер. Так, далее, смотрим, что у нас будет за карат. Карат, кстати, вот он такой, по-моему, по массе своей, да, 90 грамм, 80 грамм. Да, самый такой плотненький, большой батончик, чисто. Так, ну-ка, что там, намаз? Намаз у него не очень. Получше чуть-чуть, да даже не получше. Такой же, как у тех сыров, вообще, отстой. Ну, не намазывается. Короче, карат, мне не нравится по структуре. Запах у него чуть-чуть более выраженный, чем у этого ГМО. Ну-ка. Вкусно, да, получше, но не фонтан. Шесть, не больше. Ну, теперь белорусский, вот этот вот, с такими домиками там нарисованы, да, это домики? Домики там, лес, лес, который не работает никак. Вау, сразу, сразу понятно, что он намазывается. Даже отдельную чаобату ему выделим, потому что он этого достоин. Ну, вообще-то, по идее, с картошкой должен, со вкусом картошки же, белорусский вроде. Да, намазывается практически так же, как вот этот с ветчиной. Чуть-чуть более такой твердый, плотный, но тот слишком такой водянистый. Этот прям идеально намазывается. Вот, смотрите, вот прям взял, намазал без проблем. Ну-ка. Вау, запах. Запах вот прям сырка вот этого плавленого, кайфового, классического. Ну-ка. Вкусный. Прям вот это то, что надо. Восемь. Может, даже с половиной. Да, никаких послевкусней, ничего. Вообще кайф. Да, ешь. Это крутой. Покупайте только вот этот. Он, хоть, самый дорогой, но он того стоит. Рил вкусный. Написано еще срок годности прям сразу. Тут ничего не написано, типа, хранится бесконечно. Нежно тает. Ничего он не тает, он вообще какая-то как камень. Так, ну, смотрим. А, вот еще такая. Ух ты есть. С кокосом. Как он там, каканат. Но я бы назвал, ого, лучше бы, чем ух ты. Ну, ладно. Как называли, так называли. Ладно. Быстро вайбы. Смотрим, что за вайбы там. Токсичные, нетоксичные. Сейчас. Ну, первый каканат, потому что я уверен, что он будет, у него вайб будет слабее, чем у... Ой, пенат. У них даже название каканат, пенат в рифму. Слабее будет у него вайб, аура. Потому что, ну, как можно с этой, с кокосовой стружкой, со вкусом вот этого кокоса в шоколадках тягаться? Да никак нельзя. Невозможно. Ну, посмотрим, что это. Неплохой батончик, на самом деле, такой. Тут структура такая прям, куча уровней. Ммм. Ммм. Ну, слушайте, семеру можно поставить. Вкусные. Я думал, будет хуже гораздо. Ну-ка. Что за вайб теперь у вайба каканата? Кокос. Так. Вроде я от голода трясусь и не ел. Ну, как обычно, перед обзором, чтобы это... Ммм, так, что такой-то кусок тут в карамели. Ой, через шоколад даже пробивается запах каканата. Так что, думаю, будет классно. Ммм. Ммм. У пината. Ммм. Очень вкусно. Круто. Ммм. Кайфный. Слушайте, восемь с половиной точно. Вайбовый, как ты видишь, да? Аура ощущается такая плотная. Ммм. Это круто. Теперь, ого, попробуем. А это два в одном, как фикс какой-то. Как посыпанный вот это вот. Если тут она прям вся состоит, считай, из этого каканата, да? Прям вкус. А тут просто посыпали. Две палочки какие-то непонятные. Я хотел одну купить. Ну, мне две подсунули. Ну-ка. Обычные вафли. Вообще ноль кокоса. Ноль вообще совершенно. Вот кроме этой стружки, которая вообще ни запах, ни вкуса не добавляет кокоса. И вафля такая, не хрустящая, какая-то прям бесструктурная. Ну, четыре, вообще четыре поставим. Все, ладно, не будем затягивать с этим обзором. О, почти 10 минут получился, да? Так что еще подождем, сколько это? Пару секунд, чтобы 10 минут было. И 3, 2, 1. А там начало еще, наверное, было. Я не знаю. Ну, короче, все. 10 минут, все. Могу нажимать стоп. Все. Всем счастливо. Удачи. Пока.